Я Светлана Портнягина. Очень рада вас всех видеть и знать, что вы здесь со мной всегда. Друзья, мы сейчас будем готовить ленивые веганские голубцы. Голубцы ленивые веганские. Короче, как хотите, так и называйте. Я подумала, может добавить еще баклажан, бобы туда-сюда. Потом думаю, ладно, не буду отходить от классического рецепта. Пусть это будут ленивые веганские голубцы. Вот. Ну, короче говоря, приступаем. Для ленивых голубцов нам понадобится, собственно, капуста в большинстве. Так, помидор, морковь. Я хочу очень много жареного лука. Для того, чтобы прям такой привкус был жареного лука, очень мне хочется. Не знаю, почему, очень хочется. И вот перчик. Перчик это мой. Я только что сорвала. Пожертвовала. Да, вот такой вот урожай мой. Вы представить не можете, как он вкусно пахнет. Так, вот такие овощи нам понадобятся. Собственно, сахар, соль, растительное масло, пряности и рис. Рис у меня перемешку был в одной банке насыпанный. Я хотела только пропаренный. Пропаренный был на дне. Пришлось перемешать с длиннозерным таким белым. Ну, ладно. Короче, в принципе, я беру такие кориандр, тмин, розмарин, базилик и имбирь молотый. Вот. Перчик я, конечно, буду добавлять уже непосредственно в блюдо. Итак, друзья, вот у меня уже разогрелось. Я убрала. Я выключу пока. Сейчас я нарежу лук и будем его обжаривать. Много-много-много лука. Друзья, я уже в процессе включила вот плиту. У меня уже нагрелось. Там масло я налила. Вот, слышите, я кусочек лука бросила. Проверяю, нагрелось ли нет. Короче, лук я режу крупно. Я не заморачиваюсь по этому поводу. Поэтому вы режьте так, как вам нравится. И в процессе я уже буду забрасывать, потому что, во-первых, у меня на доске не поместится лук. Во-вторых, то есть он уже, как говорится, жарится у нас. Очень крупно нарежу лук. Да, по барабану вообще. Главное, чтобы это было вкусно. Я вообще не заморачиваюсь. В детстве ненавидела вареную морковку. Лук не помню, а вареную морковку не любила. Сын у меня не любил лук. Но я умудрялась резать так мелко, что он все ел. Я вообще всегда приспосабливалась к ребенку своему. Так, масло нагрелось у меня. Так, ну что, показать вам. Ну, так достаточно я налила масло, чтобы можно было, чтобы лук хорошо обжарился. Забрасываю вот это вот одна луковица у нас. Может быть, хватит. Сейчас я посмотрю. А то что-то вообще правда. Какая огромадина. Сейчас, друзья, я глану. Ну, помешать. Ну, туда не пользовалась и лопаткой. Сейчас буду использоваться. Так, думаю, наверное, хватит. Потому что, ну, очень много больших, огромадных просто луковиц. Сейчас вам покажу, сколько много получилось. Лук жарен на сильном огне до золотистости. И сейчас морковочку туда еще. Часть морковки я туда потру. Итак, друзья, пресловутую волшебную ложку сахара я добавляю 2 чайные ложки сахара в лук и перемешиваю. Так лук коронализуется быстрее. В луке, конечно, и так много сахара, поэтому такой коричневенький. Но будем ускорять и вкуснять процесс. Так, друзья, я добавляю морковку. Я морковку одну потерла на мелкой совсем терке, другую на крупной. А остальное я порезала эллипсами. Вот это вот я добавляю сюда, чтобы оно дало цвет красивый. Размешиваю, естественно. Что у нас тут с напряжением? Как долго мы все это будем зажарить и сдать? Главное, чтобы я не напряглась от напряжения. Так, друзья, сейчас я буду резать капусту. Не забываем смотреть, что у нас тут, кажется, уже поджаривается. Я пока покушусь. Так. Да, я хочу сказать, что капусту я не шинкую, я ее режу кубиком. О, да, поджаривается. Отлично. Так. Кубиком, кубиком. Не заворачиваю себя. Понимаете? Поэтому вы режьте, как вам нравится. Привыкла это. Мне так нравится. Итак, друзья, капусту нарезала и отключила пока плиту. Потому что у меня уже зажарилось. У меня еще овощи не готовы. Знаете что? Наверное, я... Сейчас я эту массу отложу, потому что надо будет слоями прокладывать. Итак, друзья, сейчас я нарежу помидоры, потому что нам нужно их обжарить обязательно. Я не люблю, когда вот такие помидоры прям вареные. Мне это не нравится. Я сейчас немножко масла сюда налью и будем обжарить помидоры. Друзья, я нальела совсем немножко масла. Добавляю сюда помидоры. Жарим. Жарим помидоры, хотя они очень, они потрясающе сладкие. Это же живые, настоящие огородные помидорки. Они потрясающе сладкие. Я прям не удержалась, пока резала, ела их. Вот. Но мы все равно убираем, чтобы кислоту... И сахарку я добавлю сюда. Одну чайную ложечку. Не бойтесь, я не переборщу. Ну, из всего я имею ввиду. Вот. Вот так они у нас прям хорошенечко припустятся. Я буду перчик нарезать. Друзья, я забыла прогреть в масле пряности. Ну, ладно уже. Придется добавить так прямо. Смотрите. Размешиваем наши помидорчики. Ну, думаю, им хватит жариться. Сейчас я их убираю в какую-нибудь другую тарелочку. Друзья, что я вам хочу сказать про свой перчик. Вот он маленький, да? Вот, не дорос, просто не успел, да? Вот, не взял свой размер. Но красный, это просто необыкновенный какой-то. Он такой сладкий. Я представляю, которые большие у меня, какие они вкусные. Боже мой. Это перчики моему дружку я выращиваю. Он любит домашний перец. Он в магазине не ест просто. Это просто необыкновение какое-то. Так. Друзья, сейчас порежем и будем уже укладывать. Итак, друзья, приступаем. Ставим наш казаночек на плиту. Пока она выключена у нас. Так. И что мы делаем? Сначала я... Минутку. Кошка у меня орет. Беспокойственное хозяйство, блин. Так. Сначала я буду ложить часть морковки с луком на дно. Немножко вот так масла надо, потому что... Вот такое красивое, всё жёлтенькое. Пильта у меня выключена, она просто горячая. Так. Теперь мы ложим капусту, наверное, да? Капусту, часть капусты. Не знаю, сколько слоёв получится, но как-нибудь разберёмся. Часть капусты, часть морковки. Так. И теперь я вот, знаете, что сделаю? Смотрите. Сейчас рис... Рис у меня, кстати, промытый и был замочен. Сейчас я слила воду. Сейчас мы в рис добавим перец. Вот захотелось бы так. Чтобы он не был таким бредным и страшным. Мы сейчас сделаем вот такую вот кашку-малашку. Вот. Накладываю половину риса вот сюда. Прямо вот так рассыпаем по капусте. Рассыпаем, рассыпаем равномерно. Так. Что у нас тут? Морковку положили. Так. Теперь кладём в него помидор. Помидор. Помидоры я буду без водички класть. Вот так вот сейчас раскидаю часть помидор. Вот. Раскидываем часть помидор. Вам не видно, но у меня нет штатива. Я же вам говорила, что... Сейчас я покажу. У меня нет штатива, поэтому извините. У меня устройство. Сейчас я вам покажу, какое. Вот. Лодочка такая. Я просто ставлю на неё вот здесь и всё. Вот. Так. Одна часть готова. Сейчас мы посолим и пряности насыпаем. Сейчас я открою пряности. Ну так, друзья. Повторяю ещё раз. Здесь у меня розмарин, тмин, кориандр, имбирь, базилик. Да. Сейчас я это всё перемешиваю. Так. Добавляю в один слой. Всё на половину этой части, да. И солим. Ну, не забываем, что мы ещё будем солить. Поэтому много не надо. Лучше не досолить, чем из-за него. Такс. Ну и дальше закладываем, что у нас там было. А. Лучок. Такс. Вот так вот. Тоже ещё оставлю наверх я. Лучок. Раскидываем его с морковочкой. Так. Чего-то дальше капуста. Ну да, уже всё буду плагивать. Зря, конечно, я мало положила в прошлый раз. Ну ладно. Так. Капуста. Хотя можно было поставить наверх. Ну ладно, пусть будет так. Уже всё. Капуста. Морковка. Можно, кстати, это всё поставить и в духовке запекать. Это будет даже ещё вкуснее. Ну, я не буду уже. Я буду уже на плите. Так. Что у нас тут? Немножечко придавим. Чуть-чуть. Так. Теперь добавляем рис. С перчиком. Такс. Разбрасываю тут всё. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Красиво, да? Рис с перчиком смотрится вообще. Здорово. Такс. И теперь, знаете, что я сделаю? Я сейчас размешаю, 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 блин, томат с этой, вот сюда углушку. Томаты размешаю. Господи, боже мой, с зажаркой. Томат с зажаркой размешаю я. Немножко добавлю водички. Сразу присолю чуть-чуть. Да? Это вторая часть соли. И сюда вот брошу наши пряности. Сейчас немножко ещё поперчу красный перчик. Можно ловрушку, но я не буду. Сюда добавлю красного перчика. Так, по вкусу. Острый. Такс. Немножечко разбавлю водой. Чуть-чуть. Думаю, хватит. Если не хватит, будем наливать. Так. Включаю плиту уже. Размешиваю всю вкусняшечку нашу. Аромашечку. Ай, даже сейчас пахнет вкусно. Так. Ну что, теперь кастрюльку подвигаем, чтобы видно было. Кастрюлечку. И выливаем вот эту вот нашу массу сюда. Вот. Сейчас я загляну, что у нас тут с водичкой. Накрываем всё это красными вот этими краснуречками, помидорчиками, вкусняшечками нашими. Такс. И надо заглянуть... Ой, а что у меня тут грязный такой? Надо заглянуть мне в кастрюльку туда. Что у нас там? Сейчас я вот так это сделаю. Ещё надо жидкости, иначе рис у меня не сварится. Друзья, ещё надо жидкости. У меня, конечно, уже остатки я не буду с чайника. Я опять-таки в холодную воду. Наверное, в общем... В общем, в общем, где-то в стаканах-полтора, да? Ещё овощи дадут сок. Аж забыла это. Короче, так. Так, сейчас я накрываю крышкой. И мы ждём закипания. Как только начинает закипать, не ждём бурления. Как только начинает закипать, мы сразу убавляем огонь до томления. И ждём, когда у нас приготовится рис. Как самый твёрдый продукт в этом блюде. Пусть будет вкусное, ароматное и очень аппетитное. Накрываю крышкой. Итак, друзья, у меня тут уже... Слышно? Закипело. Я убрала огонь до томления. Ждём-с. До приготовления полного риса. Итак, друзья, наши ленивые голубцы вегетарианские готовы. Хлебная булочка нам в помощь. Вот такое вот ароматное, очень полезное и вкусное блюдо у нас получилось. Можно допадать со сметаной, ну или с майонезом, кто любит. Вот. Поперчить ещё немножечко. И просто будет необыкновенно. Желаю всем кулинарного вдохновения, радости бытия, благодарных едоков, любви, огромной любви к этой неповторимой, великолепной жизни. Всего самого-самого доброго. Ходите по ссылочкам, ставьте лайки или дизлайки. Это ваше право. Я всегда буду рада, лишь бы неравнодушием. Всего вам самого доброго, друзья мои. До встречи. Чао какого.